Роза Качанюк Роза Качанюк Как прекрасна жизнь без паразитов Вовремя распознать паразитов с помощью самодиагностики значит сохранить здоровье не только себе, но и всей семьи Очень часто паразиты подрывают здоровье с самого раннего детства а потом человек болеет всю жизнь не зная почему от чего Самодиагностика паразитов поможет в обретении крепкого здоровья Алекс Шерри написал Добрый день Петрович Я так понимаю, один из самых эффективных средств борьбы с паразитами это полный отказ от сладкого и длительный прием соды также периодически перекис керосин в половине гвоздика от МИР ну в принципе, да я бы не сказал, что полный отказ от сладкого а полный отказ от искусственного сладкого это прежде всего сахар а дальше сладости вот мы думаем, раз от сладкое это значит сахар нет, сладкое это и сухофрукты, которые еще более сладко чем сахар я уж о мёде там молчу то есть мы можем себя ни в чем не ущемлять относительно сладкого мы можем его с лихвой добавлять в свой организм с помощью сухофруктов фруктов там, сладких даже овощей свежевыжатых там соков отказаться от явно вредного либо сократить это явно вредное а именно сахар, булочки, печенье, сдобу, белый хлеб вот это да и плюс что собой еще представляют паразиты вот Хильда Кларк она как раз сказала, что вот тройчатка она умудряется действовать за счет нуксен со своим уникальным веществом юглоном, который содержится в кожуре зеленого грецкого ореха ну там и йода там предостаточно вот он там против грибковой флоры то есть он против вот такого вот бактериальной такой, знаете, вот мелких вот этих вот паразитов травит на уровне, значит, бактерий и грибков далее и идет у нас что у нас паразиты это не только грибки и бактерии вредные это значит у нас там идут разного рода там лямбли а вот против них там эффективно действует значит полынь против там крупных там листов полынь она эффективно действует дальше остаются еще яйца а как против яиц там действовать сами знаете вообще против яиц листов там цист различных важно применить нечто такое горячее, огненное где мы его возьмем? мы возьмем его в воздики именно она способствует тому, что способствует расплавлению вот этих вот воскоподобных оболочек которые окружают цисты, которые окружают, значит, яйцо паразита и расплавляет их и плюс сам по себе вот этот вот жар гвоздики способствует тому, что он ожигает тело паразита за счет чего там его и убивает вот такие три компонента поэтому здесь перечислены сода, смотри, но отказ это уже как идет профилактика от паразитов прием соды длительный прием соды сода, ну насколько я знаю она в основном против грибковой микрофлоры там применяется то есть соды, да, она там где-то чистит еще кровь потому что у нас буфер в крови имеются свои буфера в смысле вещества, которые с одной стороны поддерживают иммунитет с другой стороны поддерживают нормальную там концентрацию различных растворенных веществ и в том числе вот у нас имеется там какой-то содовый этот буфер который как раз вот я считаю что он выполняет роль иммунитета и значит очищает кровь от разного рода микропаразитов вот это как раз сода там будет работать перекис водорода тоже работает против этих бактерий керосин он уже работает по-своему полынь возник отмин важно еще знаете что понимать что как-то все-таки есть микрофлора патогенная которая откликается на действие какого-то определенного вещества ну грубо говоря соды только раз это только хоп, моментально значит погибло другие там только на керосин третьи там еще что-то то есть вот тут-то подобрать а есть такие микробы которые вот допустим вот это вот не затраивает или они там прячутся в таких тканях куда это не проникает и потом если мы уперлись только в соду а у нас допустим это листы там где-то образовали в мышцах там в этих такие вкрапления то туда оно не дойдет а тут уже дойдет больше это керосин это допустим там вот такие эфирные масла тмина вообще возможно эфирные масла будут более эффективны для этой цели то есть важно понимать что если что-то не берет это значит вы не подобрали то вещество которое именно подходит для них так самодиагностика Вячеслава Шевцов любой рак всегда есть результат ослабления иммунитета а иммунитет мы подрываем сами себя стопроцентная правда в первую очередь мы его подрываем своими эмоциями вот и в первую очередь иммунитет подрывается нашим эмоциональным расстройством эмоциональное расстройство связывая жизненную энергию сразу же уменьшает энергетику организма которая уже как бы сказать продолжает свое действие в виде в виде уже материальных веществ там иммуноглобулинов там лейкоцитов там вот как только этого у нас нету все значит создается энергетические как бы сказать энергетические предпосылки для того что то в ней в нашем организме может что-то развиваться то есть мы его не подавили энергетически сначала это важно понять что мы должны вначале все подавить энергетически как знаете вот солнце только светит она все сжигает у нас как только солнце ослабевает значит ага тут что-то недожженное тут что-то недожженное плюс естественно мы своими привычками образом жизни создаем такую среду в организме которая была приятна для размножения соответствующих микроорганизмов которые потихонечку там размножаясь или паразиты вообще в дальнейшем могут перерождаться в колонии то есть был один а стала колония колония это образует уже опухоль и это опухоль дальше колония прет 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 и все ближайшие ткани она считает своей пищевой средой благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малаховпро доброго здоровьица и до новых встреч 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 до новых встреч